Давайте приступим. Мы с вами собрались для того, чтобы обсудить достаточно интересную тему, которая посвящена наш небольшой семинар, как защищать сервера Windows с помощью продуктов Касперский Security. Поговорим, что это такие за продукты, что нужно знать про эти сервера. Зовут меня Бойцов Петр, я являюсь ведущим преподавателем учебного центра «Специалист», который является спонсором данного семинара. И первое, с чего мы начнем, это поговорим, нужно ли вообще в принципе, возможно, в вашей организации или в проектах, в которых вы участвуете, использовать отдельное решение для защиты серверов. И вообще попробуем ответить на вопрос, задать сами себе ряд вопросов, чтобы принять нужное решение. А вообще нужно ли вам внедрять, поддерживать, обслуживать отдельное решение для защиты серверов. И попытаюсь вам донести, в чем его отличие от стандартных антивирусов, которые защищают и сразу же рабочие станции, и сервера. Посмотрим, как внедрять данное решение для защиты серверов. Как защищаться от выленосной сетевой активности, которые направлены от каких-то зараженных рабочих станций на наши сервера. И даже не просто поговорим, полистаем красивые слайдики, а еще я вам и покажу, как внедрить данный продукт. И таким образом можно будет защититься от определенных атак, направленных на сетевые ресурсы на наши сервера. Ну и немножко, пару слов расскажем про курс, который более детально, во всех подробностях изучает данный продукт в лаборатории Касперска. Наш семинар, он небольшой, заявленное время примерно 45 минут. Практика показывает, что мы обычно не укладываемся в это время, он затягивается на час, иногда на полтора часа, в зависимости от вопросов, которые в конце вы будете задавать. Но примерно где-то на час планируете и показать мне вам надо что-то, и вам объяснить теоретическую часть. Зовут меня Больцов Петр, можно зайти на сайт специалист, посмотреть на меня, прочитать. Сильно заострять внимания не буду, поскольку мы говорим про продукты Касперского. Здесь моя профессиональная сертификация по направлению Касперского. И имею наивысший вообще статус, который может быть, это Касперский Certified Consultant. Ну плюс являюсь тренером лаборатории Касперского. Поэтому интересно, потом в Гугли наберете Больцов Петр, и меня найдете первым там в поиске свечуства. Наверняка слышали про наш учебный центр, он является лидером, самым крупным учебным центром в России. Такая небольшая статистика, огромное количество преподавателей, курсов, очень плотная у нас конкуренция, все преподаватели являются экспертами. Поэтому всегда можно найти тот курс, который вас интересует. Мой семинар, который я готовил, он, естественно, предназначен для людей, которые уже понимают в безопасности. Это не семинар базового уровня. В рамках семинара мы будем говорить уже про существующие какие-то продукты. Мы должны хотя бы чуть-чуть разбираться в операционных системах, понимать отличия и понимать в базовых продуктах Касперской Секьюрити, которые есть на рынке. Все-таки мы говорим уже про более высокий уровень защиты серверов. Это специалист должен быть более подкованный и инфраструктура должна соответствовать. С чего мы начнем? Начнем с таких общих вопросов, зачем использовать отдельное решение для защиты серверов. Чтобы правильно ответить вам в вашей ситуации, в вашей конфигурации, в вашей инфраструктуре на этот вопрос. Или, может быть, вы работаете где-то в интеграторе и хотите кому-то внедрить какое-то решение на базе продуктов лаборатории Касперского. Надо понимать, что такое является, что у нас есть клиент и рабочая станция, какие задачи она решает. Клиентская рабочая станция, в первую очередь, нужна для того, чтобы обеспечить интерфейс взаимодействия с пользователем. Вот здесь у нас сидит наш сотрудник, который выполняет свои какие-то должностные обязанности. Для этого нужна ему какая-то система. И все, что будет в его рабочей станции, начиная от операционной системы, заканчивая какими-то приложениями на его компьютере, они нужны для того, чтобы для него, для этого юзера обеспечить качественный процесс работы. Удобный интерфейс. Но, если вы возьмете десятки компьютеров, ноутбуков, отдадите вашим сотрудникам в вашу организацию, неважно, чем она занимается, просто так они на них зайдут и что-то там начнут делать, то они не получат той эффективности труда, которую вы хотели бы видеть. То есть они не смогут обеспечить отдельно стоящие компьютеры. Такой важный процесс – это автоматизация бизнес-процесса. Что хочет начальник? Он хочет, чтобы сотрудник быстро выполнял свою работу и приносил прибыль организации. Для эффективной работы вот этих товарищей на своих отдельных рабочих станциях нужна автоматизация бизнес-процесса. Как она обеспечивается? То есть нужны информационные ресурсы, которые предоставлены в общий доступ. Отдельные компьютеры, стоящие, они не могут обеспечить предоставление общего доступа, в общий доступ информационных ресурсов. Для того, чтобы это обеспечить и решить вот эту важную задачу автоматизации бизнес-процессов, вам нужен сервер. Сервер, он от слова «серв» служит, он является поставщиком информационных ресурсов. И как раз таки он обеспечивает возможность предоставления информационных ресурсов в общий доступ. На нем будут храниться там общие какие-то данные, которые будут подключаться, клиентские компьютеры и обеспечивать автоматизацию бизнес-процесса. Ни одна компания без этих серверов не существует в текущий момент времени. И к нему, естественно, к серверу подключаются сотни тысячи клиентов для решения своих определенных задач. И требования к этому серверу, они намного выше, чем, опять же, к клиентской станции. Теперь, идя вперед, давайте попробуем сами себе задать вопрос. Что будет, если выйдет из строя рабочая станция? Она сломалась или, опять же, завирусовалась. Неважно, что с ней случилось, все, клиент не может работать, это вот один сотрудник. В принципе, ничего критичного. Придет товарищ, там, с отверточкой поковыряется, что-то там пошаманит, галочки поставит, там, флешку подключат, все починит. Ну, ладно, я подожду, пока покурю здесь, и все хорошо прошло. Меня полечили, допустим, меня восстановили. Или с БКПа, неважно как. А что будет, если выйдет из строя сервер? Это для организации может быть большой катастрофой, и бизнес может вообще остановиться. Естественно, будет начальник недоволен, все будут бегать в панике, все будут на вас давить, все не работает. Да, давай, давай, чини, быстрее, быстрее, и будет за вами там куча-куча людей бегать. Ну, естественно, неприятная ситуация. Тут надо понимать, на специфику отличия рабочей станции от сервера, мы все-таки говорим про защиту серверов. А теперь другой вопрос, уже более к безопасности ближе. А что будет, и что интереснее для злоумышленника, если взять какого-нибудь злоумышленника, что будет, если он получит доступ к рабочей станции? Плохо, да, неприятно, но вы потеряете данные, которые здесь хранятся. Может быть, он будет с этой рабочей станции атаковать другие рабочие станции или другие сервера, то есть распространять атаку дальше. Но все-таки получение доступа к рабочей станции – это не так критично, как получение доступа к серверу. Ведь конечная цель злоумышленника – это все-таки сервер. Согласитесь? Есть исключение, когда он хочет получить доступ к какому-нибудь рабочей станции бухгалтера, у которого есть подключен ключик, он забыл выговорить, а к банк-клиенту есть деньги. Тогда да, тогда это особое требование по безопасности для этих рабочих станций. Но еще раз, его конечная цель все-таки – это сервер, чтобы получить больше прибыли и больше данных, сделать текстфильтрацию куда-то к себе наружу. Так вот, в связи с этим есть особая задача по защите сервера. Более того, есть разные сервисы, работающие на серверах, и эти сервисы являются самой важной целью. Допустим, взять сервис Active Directory. Ведь если злоумышленник получит доступ к контроллеру домена, то он что автоматически получит? Доступ ко всем компьютерам вашей сети и ко всем другим серверам. То есть ему не нужно отдельно взламывать сервер баз данных, какое-то клиентское общее место администратора. Он все, он сразу автоматически получил доступ. Кстати, это не только Active Directory. Все системы удаленного администрирования, тот же систем-центр микрософтовский, тот же Касперский секьюрс-центр, получил доступ к нему и автоматически получает доступ ко всем рабочим станциям и серверам в рамках этого домена. Поэтому надо это тоже себе в первую очередь сдавать, потому что все-таки есть специализированные и угрозы наполненные сервера, и конечная цель злоумышленника – все. Далее. Следующий вопрос, который вы себе задаете, для того, чтобы принять правильное решение, что вам на сервера ставить или вообще не ставить, это требование, которое предъявляется к работе серверов. Требование, которое вам ставит начальник, а начальнику ставит владельцы бизнеса. Первое. Сервер должен работать стабильно, без сбоев, неправильно 24 на 7, и, может быть, он должен быть отказоустойчивым, даже если вдруг там железо сгорит, все, оно все должно. Но для клиентов, для вот этих тысяч клиентов, вот он открывает, там веб-странищику открывает, сетевой ресурс, он должен для него работать. Это одно из самых важнейших требований для сервера – это стабильность. Вторая задача – это производительность. Вот там, часы пиковой нагрузки, утром все пришли на работу, будто там тысячи клиентов, они не должны ждать, там, 5 минут, пока загрузится страничка, пока откроется файл, сервер, пока логин, пароль проверится, просто на сервер все равно идут. Он должен работать быстро. И, к сожалению, практика показывает, что администраторы, опять же, в том числе иногда и руководители, они очень сильно пренебрегают безопасностью для того, чтобы обеспечить вот эти пункты стабильность и производительность. Это, согласитесь, любое программное обеспечение, а в том числе, в первую очередь, программное обеспечение антивирусное, оно крайне снижает эти показатели. В том числе и по стабильности. И очень часто из-за того, что там есть требования серьезные по стабильности, непрерывности работы сервера, возможных каких-то сбоев, там, после обновлений синих экранов, ложных срабатываний того же антивируса, ну, никто их не исключает, они есть в каждом продукте. Просто администратор идет на риск, говорит, я не буду ставить антивирус, или я его удалю, потому что из-за него возник какой-то сбой. Тысячи клиентов, мы недополучим там миллионной прибыли. Ну и ладно, сколько раз нас взломали, пока ни разу, ну и не взломают. Это с одной стороны. С другой стороны, как администраторы могут как-то вот себя защитить. Они говорят, ну вообще сервер, он изначально имеет другую немножко архитектуру, он по-другому настроен, он более защищен, чем клиентская рабочая станция. Там не работает никакой пользователь, который может сам что-то запустить, куда-то зайти по неправильной ссылке. То есть эти типа атак, в принципе, которые направлены на клиентский компьютер, они на сервере не актуальны во многих своих реализациях. А с другой стороны, сервер, он стоит в изолированном сегменте, куда злоумышленник не проникнет, куда напрямую там сам вирус не пройдет. Ну и тогда, а что я буду на него ставить? Пускай стабильнее работает. Но, другая сторона медали, мы ее обсудили, это что? Это есть атаки прямо направлено на сеть. И таргетированные атаки на вашу сеть. А их цель, вот она, сервер. И техники, которые там используются, поверьте, намного экзотичнее, намного сложнее, чем обычные какие-нибудь те же шифровальщики, которые в интернете бегают на клиентские станции направленные. Там больше социальной инженерии все-таки. Потому что я сам запустил, я не понимаю, что, откуда, кого-то и что-то. Ну и есть задачи к серверам, для того, чтобы на этих серверах, и только на них может быть размещено специализированное программное обеспечение, то есть, различных серверов, которые нужны. Это кластерное решение, терминальные сервера, это сервера повышенной нагрузки. И зачастую, естественно, как вы понимаете, обычный антивирус, вот эти задачи он не может решить. Теперь, какие у Касперского есть решения по защите серверов, сейчас как раз доберемся до специализированного решения. Это нарисована некая классическая схема, что есть некие узлы в нашей организации, есть сервера, вот тут серверная операционная система, есть клиентские операционные системы. Для того, чтобы защитить сеть, вам обязательно потребуется некий сервер, Касперский называется Security Center, сервер администрирования, который позволяет централизованно управлять антивирусной защитой, мониторить, проводить инвентаризацию, обеспечивать удаленную установку, обеспечивать распространение обновлений. Без него сеть защищенно считаться не может. Вы можете локально поставить, но управлять и оперативно реагировать на угрозы у вас не получится никаким образом. Будет по любому сервер, который все централизованно будете делать, мониторить, и это будет ваша точка, куда вы подключаетесь и где в одном месте все управляете, все видите. Ну и оперативно реагируете на какие-то угрозы. На клиентский компьютер, если это клиентская операционная система, вы будете ставить продукт Касперский эндпоинт-секьюрити. Сейчас одиннадцатая версия вышла. Одиннадцатая версия. Десятая была, теперь одиннадцатая. И на серверной операционной системе вы также можете устанавливать Касперский эндпоинт-секьюрити одиннадцатый. Он как на клиентов ставится, там 8, Windows 8, Windows 10, Windows 7, но и также на серверной операционной системе. Это практически самый распространенный сценарий, который может его встретить на рынке и он имеет свое место быть. Мы сейчас поговорим, когда он не может реально защитить вашу сеточку, в каких сценариях вас такой вариант не пройдет. Какие преимущества. Но есть и другой сценарий, когда клиентские станции по-любому защищают Синпоинт-секьюрити, а вот на сервера ставится продукт специальный от лаборатории Касперского, который разработан исключительно для работы на серверах, называется Касперский секьюрити по Windows серверу, сейчас актуальная версия 10.1. И вот он разработан с учетом всех определенных нюансов, тоже мы сейчас про них проговорим, связанных с работой серверной операционной системой, приложений, определенных на них, и требованием, самое главное для руководства, это производительность и стабильность. То есть он изначально разработан для серверов. первое, что вы должны понимать, что если вы возьмете классический Inpoint Security, поставите на сервер, еще раз, этот продукт тестируется, проверяется, разрабатывается для защиты от угроз, направленных на клиентские рабочие станции. Там, где сидит вот этот товарищ, который не очень понимает безопасности, где его куча приложений, возможно, даже уязвимых. И, соответственно, угрозы, направленные на клиентскую рабочую станцию. Он от них защищает. Но на сервере большинство этих угроз, они в принципе не реализуются. Их невозможно там реализовать. Во-первых, там нет этих приложений, что на клиентских компьютерах. И те же взять там самые страшные эксплойты, здесь написано, да, вот те угрозы, которые чаще всего на клиентской рабочей станции. Они там не будут работать. Там нет этого софта, под который пишется этот эксплойт. Там невозможно обеспечить атаки социальной инженерии. Там некому работать, некому ссылку, открыть письмо и так далее. Там нет хорошей организации, никто за сервером не работает, за исключением терминальных серверов. Там не могут в принципе проникать 98% шифровальщиков. Потому что 98% шифровальщиков социальной инженерии. сам юзер открыл ссылку, сам юзер открыл письмо, архив распаковал, 98% были, слышали, которые через эксплойты. Но опять же, какие эксплойты? Которые в основном на клинической рабочей станции, не на серверах. Хотя, правда, был один такой яркий, который на протокол с имбилек, но он и на серверах работает. за 5 лет один какой-нибудь, который много шума наделал. Программы вымогатели, они не работают на серверах. Многие вирусы, опять же, они направлены не на серверах. Они распространяются, они атакуют, они все-таки рабочие станции. Фишинг тоже невозможен на серверных операционных системах. А теперь задумайтесь, поскольку вот этот продукт, во-первых, он тестируется на клиентских рабочих станциях. Его компоненты защиты в большом количестве, они направлены для борьбы с тем, чего нет на серверах. Они ставят там драйвера, они проверяют трафик, проверяют те атаки, которых там нет вообще, что влияет на производительную стабильность. Это специфика работы. Но есть и другой вариант, что оказывается на серверах есть угрозы, которых нет на клиентской рабочей станции. Есть такие угрозы, которые только на сервере распространяются. И как быть, как Endpoint Security может защитить в таком случае? Никак не может защитить. Он не умеет защищать такого рода угроз. Допустим, это поговорим, посмотрим, есть компоненты, которые на это отвечают. Время ограничено, право все проговорить не получится, к сожалению. Также Endpoint Security вы не сможете поставить на некоторые операционные системы сервера. Вы не можете поставить Endpoint Security на Windows Server Core, что в больших организациях является предпочтительной серверной операционной системой. Он там не работает, он не устанавливается. А Caspersky Security for Windows Server конечно там будет работать. Он, естественно, поскольку много ненужных компонентов, он не дает нам нужной производительности и стабильности. А вот Caspersky Security дает вам как раз, во-первых, очень гибкие настройки по производительности и стабильности, которых даже близко вы не найдете в Endpoint Security. он позволяет вам изначально выполнять те операции, которые будет тонко настраивать администратор, понимая, как на сервере работает это серьезное приложение, к которому тысячи клиентов подключаются. Ну, и имеет специальные компоненты защиты для серверов, которых нету здесь. И запомните, сначала эксперты разрабатывали этот продукт для того, чтобы он подработал только на серверах, с учетом требования непрерывности работы, стабильности, производительности и защиты от угроз. Это очень важный элемент. Что он позволяет делать в Касперске Security в Endpoint Security? Защищает себя от вероятностного кода. Там есть компоненты контроля запуска программ. Они там есть, они совершенно по-другому работают, совершенно по-другому настраиваются. Вообще, это достаточно сложный настройки продукт. Я бы сказал, что все-таки придется либо читать, либо поучиться. Потому что вот так из коробки, как Endpoint Security, там Next Next, он у вас нормально не заработает. Но это действительно правда. Это не реклама, ничего. Сейчас увидите, мы его поставим, и там ничего не работает без настройки. Там надо все, понимая, в какой последовательности, потихонечку конфигурировать. Опять же, это связано, кстати, со стабильностью работы. Если Endpoint Security поставили, он это, это, это включил, и практика показывает, что нормально это на большинстве клиентских компьютеров работает, а на сервере, если вы там все включите, это повлияет на сервис, который там работает, может повлиять. И клиенты получат проблемы, что, конечно, для серверов очень критично. Поэтому там по умолчанию многое выключено, и надо потихонечку отместить. Позволяет защищать сетевые хранилища, что иногда очень важно, потому что там специализированы операционные системы, которые не могут быть защищены в рамках продукции, который на эти операционности не ставится. Вопрос? Каким образом? Ну, хранилища имеют механизмы по разным протоколам по их подключению и взаимодействию, и он через эти протоколы позволяет проверять трафик, который туда идет, проверять файлы, которые на этих хранилищах расположены, но с внешней стороны. Он не ставится на хранилищ, он с внешней стороны через эти протоколы с ним взаимодействует. У них хранилища? Да, там определенный тип хранилищ поддерживается. Есть, конечно. Ну и естественно, есть решения, мы про них говорили, что они есть, которые не могут быть защищены, то есть те сервисы, которые работают на серверах с помощью InPoint Security, а вот этот продукт, он их поддерживает. Что это за решение? Это поддержка Fallover Cluster, это поддержка терминальных серверов, это установка на Windows Server. Это вот тот кругольный камень, который во многих организациях является проблемой, если они InPoint Security только используют. Дальше преимущества какие, то, что отличает от InPoint Security, он позволяет обнаруживать вредоносные операции на сетевых своих хранилищах сетевых паузов. То есть вот сервер, представьте, самое классическое, просто файловый сервер. У вас там шары, кто-то выкладывает общие документы, хранятся данные, может быть, дистрибутивы какие-то лежат, кто-то может писать, читать, кто-то изменять, файловое хранилище. А вот что может, если клиентский компьютер заражен, он может шифровать эти данные, он может выкладывать вредоносный код, потом с других компьютеров «О, хороший файл появился, хорошо назвали, а какой-то непонимающий юзер запустил этот вирус у другого компьютера, сетевое хранилище распространяется». Так вот, продукт для серверов позволяет эту активность отследить, более того, соответствующий эвент вам сгенерировать, что вот такой компьютер, он, во-первых, сетевое хранилище выкладывает этот ресурс, вредоносный объект, а во-вторых, он еще может блокировать этот компьютер. Это относится к блокировке атакующего компьютера, к обнаружению вредоносных файлов, которые выкладываются или изменяются файл на хранилище, и также относится, это здесь не написано, но это есть, это шифрование файлов на сетевом хранилище. То есть на шаре кто-то шифрует файл, кто-то заразился шифровальщиком, все обнаруживает, блокирует атакующий компьютер, что он больше не шифровал, ну естественно вам письмо кидает, если вы настроите, правильно, чтобы вот была активность шифрования общих ресурсов. Шифровальщики очень любят сетевые тиски. Вы поняли, кто-то заразился, поняли кто, все, пошли уже расследовать цели. Защита сетевых хранилищ и важный аспект, что еще раз, там другое антивирусное ядро, совершенно другие настройки, которые изначально разработаны для сервиса операционности. Вообще он не требует никаких перезагрузок при установке, при апдейтах, это все учтено разработчиками. И очень много механизмов, которые позволяют вам очень тонко настроить производительность, чтобы это не мешало в работе других сервисов на этом сервере. Как будете внедрять, если все-таки вы позадавали себе эти вопросы, поняли его преимущества и решились, что нам нужно. Во-первых, нам нужен сервер администрирования. По-хорошему, надо централизованно всем управлять. Он может локально управляться, но нужен желательно сервер. Вы должны подготовить сервер администрирования, поставить плагин администрирования для этого продукта. По умолчанию он не может управлять. Вы не можете ни задачи создать, ни политики передавать, ни удаленную установку провести без плагин. Сейчас покажу, как это сделать. После этого вы создаете инсталляционный пакет сервера Касперский Security for Windows сервер, чтобы установить этот продукт. Можно удален, можно локально устанавливать, но если много серверов, удобно лучше удалено это сделать. Потом производите установку на защищаемые узлы. Также у этого продукта есть дополнительная консоль администрирования, которая имеет больше функционала, больше возможностей, чем классический интерфейс Security Center. Там немного отличий, но они есть все-таки. Дальше вы должны будете произвести настройку, чтобы ваш продукт нормально работал. Это создать задачи обновления, проверки. Обновления надо несколько в связи с спецификой работы сервера. Не так все просто. Создать политики работы продукта, что-то там включить, что-то заблокировать, ну и потом производить мониторинг. Ну и настройки онлайн-проверки тоже нужно перенастроить. Вот такой процесс. Давайте теперь попробуем посмотреть, как это будет выглядеть. Посмотрим на добавление институционного пакета, подготовки сервера администрирования для управления. Удаленно установим на сервер и проверим, как он работает. Включим компоненты защиты сетевых дисков, посмотрим, как он будет реагировать на появление вредоносного кода на сетевом диске и также попробуем проэмулировать шифрование файлов на сетевом диске, посмотрим, как он на это будет реагировать. И покажу, что он будет по умолчанию делать, а потом, что будет делать после настроек. По умолчанию, как вы думаете, что он будет делать? Ну, вредоносный объект он удаляет, но ничего делать ни шифровальщикам не будет, ничего не будет делать с компьютером, который выложил вредоносный объект по умолчанию, пока вы не перенастроите вашу систему. После настроек будет, а по умолчанию не блокирует никого. Не блокирует. Ну и проведем проверку. Чтобы это выполнить, есть такой вот стендик, у нас есть домен, контроллер домена компьютер DC, есть секьюрити-центр, там уже установлен Касперский секьюрити-центр продукт, есть клиентский компьютер, это рабочее место администратора, с которым мы будем все действия выполнять. Там уже стоит консоль для того, чтобы подключаться к серверу, и там закачан дистрибутив нашего продукта, который мы будем устанавливать. И вот здесь есть терминальный сервер, и вот есть два узла, но мы уже не будем их задействовать, там стоит Windows Fallower Кластеринг, уже на курс, когда придете, будем защищать кластерные решения, там будем на них смотреть, а так пока база. Я иду на клиентский компьютер, сейчас все закрою, вот так вот сделаю, чтобы виднее было. Вот смотрите, что здесь есть по умолчанию, это Windows 10 рабочая станция, и у меня стоит Касперки Security Center консоль. Я запускаю, подключается к серверу, подключение, подключение, здесь стоит английская версия, кстати, забегая чуть вперед, если кто планирует пойти на курс, этот курс нигде не читается, это официальный курс лаборатории Касперского, он очень редкий, специфика, подготовка, человек, который может его читать, и он на английском языке, только на английском языке. С лаборатории Касперского, хоть и русский производитель, она его на русском языке не делает, он только на английском языке. То есть, опять же, все стенды, книга студента, лаборатория работы на английском. Да, когда учимся, кто-то говорит, а я русскую поставлю, пожалуйста, не проблема, но еще раз имейте в виду, что документация, она будет на английском языке. У нас здесь пока ничего нету, просто голый сервер, пока мы никаким компьютером не управляем, вот считайте с нуля, хотим поставить защиту сервера. Если я захочу вот здесь что-то делать, создать дистрибутив, создать политику, создать задачу удаленной установки именно этого продукта, у меня ничего не получится, что по умолчанию он продуктом Касперский Кюльтиф и Windows сервера не управляет. Нам нужно подготовить его. Как он готовится? Берете дистрибутив Касперский Кюльтиф и Windows сервера сайта Касперского качаете, запускаете, вот он скачет, 10.1 версия. Вот он так запускается, он говорит, давайте нажмите-ка вот сюда и устанавливается плагин администрирования для того, чтобы вы через вот этот удобный, привычный для многих интерфей смогли управлять новым продуктом. Сейчас, если я посмотрю, допустим, хочу создать политику, которая передает настройки нам на тысячи компьютеров, где стоит данный продукт. Видите, здесь нет политики для Касперского секьюритифа и Windows сервера, только есть для агента и для Endpoint Security. А это на сам сервер политика. Security Center. А вот если я поставлю плагин, нажимаю, он устанавливается. Можно воспользоваться и консервис сервера администрирования. А, это одно... Да, там внутри есть, если вы качаете Security Center, то внутри есть плагин для этого продукта. Он есть. Но иногда бывает, что он там устаревший. Поэтому желательно взять плагин самый последний. Что Security Center они там обновляют по своему периоду. Вот они собрали дистрибутив Security Center, они добавили плагин на этот момент. А вышел апдейт 10.1 на Касперский Security for Windows сервер. Плагин-то там другой, там галочки другие, компоненты защиты, Вам придется устанавливать... А, я не обновлю его? Да, там есть кнопочка обновления. Можно закачать и опять запустить. Ну, новый продукт, новые галочки, новый плагин. Он дает вам графический интерфейс по управлению данной версией антивируса. плагин достаточно быстро ставится. После установки плагина надо перезапустить консоль. Сейчас выскочит окошко, хочу подтверждение и установить. После того, как мы поставим плагин, мы можем переходить к следующему шагу. это непосредственно окошко выскочило, установится. Подготовка институционного пакета. Я плагин поставил, захожу в Касперский Security центр, пытается запустить мастер, который как-то настроит систему, чтобы управлять этим новым продуктом. Он нам не нужен. Всякую ерунду не там посоздаёт, потом будете мучиться. Следующий шаг это лучше создать отдельную группу для серверов. Потом сюда мы перенесем вот эти сервера, которые будут у нас защищаться. Можем даже стратуши заранее перенести. у нас есть компьютеры. Работаем HDS наш компьютер. Ну и можем на DC поставить, на контроллер добина. Кстати, очень хороший претендент. Кстати, более того, там есть продукты настройки по умолчанию, которые именно для серверов специфичны. Допустим, там уже сделаны исключения, что не нужно проверять на контроллерах добина, чтобы Microsoft рекомендовал. Чего нету в Endpoint Security обычно. Там еще для нас какие-то бонусы сделаны, чтобы мы не сильно мучились по настройщикам. Здесь я добавил два устройства, которые есть в нашей сети, два сервера, на которые потом будем установить. Теперь готовим инсталляционный пакет. Идем в группу удаленной установки и создаю инсталляционный пакет. Инсталляционный пакет продукта лаборатории Касперского. Не поленитесь написать правильное название, версию, релиз, и когда будет там десятки, запутайте. Здесь, смотрите, что нам нужно указать. Мы дистрибутив скачали и в рамках дистрибутива есть папочка сервер и config file кут нужен. Это вот их config file для того, чтобы инсталляционный пакет добавить. Вот Касперк Security 10.1 То есть спросите, нужен конфигурационный файл указан при создании задания? Нет, это для чтобы создать инсталляционный пакет. Да. Вот дистрибутив скачали, он там есть в этом дистрибутиве. Это просто дистрибутив, я указал нужный файл. Все, он собирает дистрибутив, выкладывает на наш сервер администр. Для того, чтобы я потом мог внести изменения в конфигурацию, вдруг что-то не хотим устанавливать, или какие-то доп. настройки мне нужны. Настройки там много больше, чем в сервере. А потом уже устанавливать централизованно через сервер с помощью этого дистрибутива на клиентский компьютер. Это второй шаг, допустим, презентация будет доступна, если еще раз на нее посмотреть. это идет первый пункт, мы подготовили сервер, нулевой пункт скачали нужные дистрибутивы, не проблема, а потом будет происходить добавление с лицомного пакета, что сейчас мы делаем, и после этого удаленную установку будем для сервера выполнять. Все, он добавился. Вот он появился на дистрибутиве. Вот его размер достаточно небольшой, плюс там еще добавятся активистные базы. Вот в свойствах видите, достаточно много настроек, они отличаются, компонентов защиты побольше. Если так на него смотреть, какие-то вообще не ставятся по умолчанию, какие-то ставятся, но не активизуются. Рекомендую, что для увеличения производительности не ставить тот компонент, который вы не собираетесь использовать. Потому что все-таки вы не знаете архитектуры, но он может какой-то драйвер за собой потянуть, лишний, который будет стартовать, который зарегистрируется в системе, а вдруг даст конфликт с каким-то приложением. Вот не хотите контроль устройств на сервере? Зачем не контроль устройств, какие-то флешки я подключаю, устройство контролирую? Нет, ну и тогда не ставим, потому что все-таки драйвер за собой тянет. Да, потом можно, есть задача изменения самого компонента и доустановить этот компонент, если он потребуется. Лучше потом доустановить. Так же, как и в Endpoint Security. Это уже рекомендую то же самое. Какие-то доп. настройки, но еще раз детально все это потом будем изучать. Вот он есть, инсталляционный пакет. Вот он готов, посмотрели, внесли изменения. Теперь хочу установить. Мы когда говорим про удаленное администрирование наших рабочих станций и серверов в том числе, то у Касперского какая архитектура? Вам нужно не только антивирус поставить на клиентский компьютер, но еще отдельный продукт называется агент администрирование. Без него управлять этим компьютером у вас не получится через Касперский Security Center. То есть надо поставить агент администрирования и антивирус. Для этого проще всего сделать таким образом создать задание удаленной установки, к которому поставится и антивирус, и агент администрирования. Создать задание. Есть задание установить приложение удаленно. Нажимаю Next. Он говорит, какой хочешь продукт. Мы добавили институционный пакет, мы его выбираем. Хочу его. Хочешь поставим агент для удаленного управления, инвентаризации, мониторинга из компьютера. Хочу, конечно. Без него все не работает. Каким образом вы будете его устанавливать? Если это первоначальное внедрение, обязательно, конечно, нужно указать логин и пароль администратора того компьютера, чтобы удаленно можно было установить. А дальше он говорит, вот я сейчас установлю на какие-то компьютеры, которые ты укажешь, а перенести их, эти компьютеры, в нужную группу администрирования или не надо. Если вы заранее, не переносите. Если хотите перенести, указывайте, куда перенести. Дальше он говорит, на какие компьютеры в вашей сети хотите установить? Я говорю, ну давай, вот сколько ты компьютеров видишь? Он говорит, я вижу вот столько компьютеров. Вижу компьютер DC, вижу клиента, вижу, ну вот это. Он говорит, ну хочу на DC и на HDS терминальный сервер. Давай на них. Указываем делительные данные и удаленные установки. Ну и как часто инсталл, аппликашн, и мусор. Тоже пишите название, что мы будем удаленно ставить. Запустите. Задание оно будет показывать ход установки, на каких компьютерах запущено, что происходит, какой процесс получается, не получается, что он делает, что копирует. Некоторое время придется подождать. Кстати, еще надо на security center поставить. еще задание сделаю. На третий сервер поставлю. Что там? Там уже шары сделаны, чтобы показать следующую часть. вот тут видим форму режима процесс на тех устройствах пошел. Что-то копирует, устанавливает. Никаких перезагрузок, никаких со стороны сервера проблем при установке именно на этот продукт заявляет, что нет. Не, просто нет. Опять же, он все-таки ставит драйвера, перехват файловых операций, ну, как без них, как я могу продвигать на лету. поэтому без этого никак. перезагрузки не требуется. Вот можно всегда посмотреть результаты каждого шага. вначале он устанавливает агента администрирования, копирует туда данные, запускает службу удаленной установки, завершил установку агента, а потом идет установка антивируса. Через некоторое время все это у нас заработает. Хорошо, вот мы установили. сейчас он запустится, заработает. Что будет дальше? Дальше он здесь покажет, что есть антивирус, видите, он уже позеленел один из компьютеров, говорит, агент, я уже вижу там IP-адрес, какие-то данные с него получу. Если посмотреть за эти свойства, то видно, что собрал уже аппаратную составляющую, какие там, какое программное обеспечение. Сейчас соберется, да, что видите, с этого компьютера мы видим, кто там, допустим, залогинен, если есть активные пользователи. Следующий шаг это создание политики, которая будет передавать настройки для вашего нового продукта, производящего сервера. Политики по умолчанию. они вообще не нужны, все равно не работают. Не к кому применяться. Создаем новую политику защиты для Каспирской Security for Windows Server. Каспирской Security for Windows Server создаем. Если вы когда-нибудь работали, то увидите, что все настройки, которые здесь, они очень сильно отличаются от классического антивируса. защита локальная, контроль устройств, ничего общего по конфигурированию с Code Security здесь нет. И практически все компоненты защиты, кроме real-time файл protection, они выключены. настройки здесь отличаются. Надо поразбираться. Вот этот объект, который мы создали, это свод локальных настроек антивируса вынесенного на сервере. То, что я здесь буду менять, допустим, хочу поменять настройку файлового антивируса real-time файл protection. Хочу игристику сделать глубокую. Я поменял на десятки серверов настройка изменяется. Применяется практически моментально. Такие нажал, все применяется. Также пока там идет установка, давайте установим консоль администрирования. Это альтернативный интерфейс управления данным продуктом. Единственное минус этой консоли, она подключается один к одному. Вы в ней не можете изменить настройки на десятки серверов. Она один к одному может менять настройки один к одному, показывает конфигурацию через нее подключится. Ну и там есть ряд элементов, которые нельзя выполнить, нельзя промониторить через сигнетецентр. Только через эту консоль. Редкая задача, но возможно потребность. Окей. Тоже ее установим. Проверим, как у нас идет установка антивируса. Практически уже видите 100%. Всего, да, сейчас он ждет. Консоль нет, Максим, вот консоль, которая отдельно вы устанавливаете, работает напрямую, без агента администрирования. Агент администрирования не нужен. Это тоже, кстати, некие, может быть, даже преимущества. В некоторых сценариях, может быть, я не могу обеспечить механизм, который нужен для работы агента. Я удален администрировал через этого агента. Поэтому он может быть отдельно. Ну, а может быть, у вас нет вообще секьюрити-центра, вы через агента не хотите. Почему так? Запомните, локального интерфейса управления Касперский Security for Windows сервер нету. В Endpoint Security вы можете локально открыть и иметь настройку. На сервер Касперский Windows сервер локального механизма управления нету. Только командная строчка. Только управляется через вот эту консоль. Но это отдельный продукт, который отдельно ставится. Вот я сейчас установлю. Обязательно нужна эта галочка разрешить удаленное управление. Там очень сложная архитектура. в обе стороны требуется открытые RPC соединения. Потому что он производит онлайн подключение и все операции которые на сервере происходят они в открытую консоль попадают с той стороны не только в сторону сервера нужны и в обратную сторону открытые соединения. Исключение для процесса этой консоли и процесса который для клиента обеспечивает взаимодействие с настройками локальными. Там тоже есть нюансы. Так как я Максиму ответил на этот вопрос. Так 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 Всегда идет смотрите как очень долгая инициализация это нормальная ситуация. Он установился быстро всегда SSD диски он быстро установился. Инициализация первая ну вот видите все он запустил видите real-time protection status уже все антивирус установлен уже запущен даже более того я могу сейчас подключиться на любой из этих серверов давайте не поленим подключимся и посмотреть что же у нас там локально я иду на сервер RDS еще раз я установил продукт что я локально его установлю что я установлю удаленно никакого локального интерфейса конфигурирования кроме командной строчки сейчас здесь будет ярлык он показывает статус защиты вот он ярлык что есть но если я его открою он говорит ну что что ты можешь настроить вот три кнопочки все все больше ничего нет только показывает статус говорит ну лицензии у вас нету этого у вас нету без лицензии плохо надо установить но видите установился все хорошо на сервере сейчас увидим что здесь новый заработок вот видим все компьютеры стали доступными статус ок все хорошо а теперь проверим на секьюрити центре как он установится все завершилось так теперь остается нам лицензию установить сейчас быстренько буквально чтобы показать вам как он насыщает от вируса одну секундочку лицензию тоже централизованно мы добавим Taspersky Lab License покажу что у меня есть лицензия даже можно сделать и так что если вдруг будет компьютер которому нужна лицензия автоматически передавая на этот компьютер можно создать отдельную задачу которая форсирована будет активировать наш клиентский компьютер не хотим ждать синхронизации эти компьютеры давай активируемся сервер security center на котором стоит продукт Каспирский security center 10 который централизованно управляет мониторит всем конечно желательно выделить для него отдельную машинку но опять же если у вас организация 50 компьютеров естественно у вас нет таких ресурсов можно совместить этот функционал с другой ролью пожалуйста это не проблема он может на себе этот функционал тянуть если хватает ресурсов и немного компьютеров тут вопрос политики организации можно сделать виртуальную машину пожалуйста спокойно виртуализацию поддерживает хорошо мы активировали и теперь готовы к проверке того что по умолчанию вот из коробки он может можно еще раз проверить лицензию видите все лицензия подтянулась все хорошо можно так можно централизованно через сервер security center все это можно теперь давайте проверим вот у меня есть клиентский компьютер я сейчас подключаюсь к компьютеру который защищен только свежеустановленным и настроенным по умолчанию касперский security в Windows 7 еще раз для того чтобы освещать производительность многие компоненты просто там не работают я беру тестовый вирус у меня есть файлик это тестовый вирус я копирую его на сетевой диск вот это сетевой диск не бойтесь что он туда скопировался он всегда показывает операцию что вроде бы он скопировался в этот момент там перехватывается файл операцию файл виден но доступа к нему нет он его сейчас там проверяет вот Касперского у него своя особенность в других антивирусах он сразу же его там удаляет показывает а Касперский ну он делает иллюзию что как будто бы этот файл есть но видите удалился но я продолжаю работать с этим сетевым ресурсом я могу создавать объекты я могу еще раз сюда пытаться копировать этот вредоносный объект он меня не заблокировал хотя вроде бы смотрели на слайдах он был компонент блокировки атакующего компьютера сейчас мы атакуем международной объекты записываем что показывает нам сервер если перейти на сервер допустим посмотреть централизованно я в одном месте смотрю давай события он говорит вот вам пожалуйста последние события которые у вас происходят был обнаружен вредоносный объект кто его туда положил такой-то пользователь алекс показывает вот такой-то объект я его удалил все события обратите сразу не на сервер попали это не просто я зашел на компьютер я его там увидел нет они централизованы со всех серверов вот у меня хранятся и там могут на почту администратор даже попадать вот но ты ничего не написал что будешь блокировать и не заблокировать никого не хочу хочу блокировать что надо для этого сделать идем в настройки нашего сервера идем в политику чтобы на всех серверах и смотрите как это компонент реал-тайм файл-портекшн он его ловит иду в настройки и здесь есть такая интересная кнопочка она по умолчанию не стоит добавить хост которая выполняет выдоносную активность как недоверенно вот эта галочка как раз и активирует механизм блокировки тех компьютеров которые выдоносные файлы выкладывают на себе файлы окей 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 вот он говорит все политика распространяется все применилось на компьютер можно проверить можно через нашу консольку который напрямую к серверу подключаться так кстати она выглядит эта альтернативная консолька таким образом выглядит вот эта консолька отдельно стоящая он показывает я обнаружил выдоносный объект можно перейти в события вот они события два раза такой-то юзер что-то делал здесь можно и менять настройки и смотреть что с каждым компонентом защиты его статистика более серьезная чем мы можем увидеть на секьюрити центре какие-то настройки конфигурации тут можно посмотреть если я посмотрю свойства вот видите вот эта галочка которую мы на сервере поставили она сюда приехала как еще один механизм проверки работает статализованная настройка работает теперь еще раз пробую выполнить соответствующую операцию выкладывание выкладывание вредностного объекта на сетевой диск кладу тестовый нужно немножко подождать пару секунд буквально пока пока еще все работает объект отсюда удалится применится уже и блокировка моего компьютера доступ потерял как только все вот эти операции там много кстати операций когда объект обнаружен пытается его лечить он на его в карантин кладет операции какие-то выполнять все видите я доступ потерял то есть что бы я там не хотел делать все у меня доступа нет к этому ресурсу кстати по поводу тонкости настроек вы можете сделать так чтобы одна шара когда туда выкладывают вирус блокировала атакующих а когда в другую шару не блокировал даже такие настройки там могут быть указаны в конфигурации я к тому что те настройки которые там есть не просто как я говорил они очень гибкие в этом продукте для различных сценариев можно сделать хорошо а что же теперь делать как быть как мне можно посмотреть кто заблокирован и как мне разблокировать этот компьютер опять же два варианта вы можете вот отсюда через эту консоль посмотреть кто заблокирован здесь в сторож есть компонент блок хост сторож и вот здесь как раз будут те компьютеры которые были заблокированы в рамках либо шифрования сетевых ресурсов либо как раз выкладывание в рамках сетевой ресурс здесь видите есть кнопочки разблокировать это локально в рамках консоли или если вы хотите здесь посмотреть централизованно опять же смотрите как как вы узнаете вы пойдете в события и в событиях смотрите вот обнаружен вредоносный объект вот он точно такое же событие вот а дальше события смотрите хост компьютер атакующий был добавлен как недоверенный и заблокирован о видите кто какой сразу же понимаем что с этим теперь здесь правой кнопкой go to device удобная кстати кнопочка есть человек который логи мониторит и попадаете на тот компьютер где произошло это действие идете свойства смотрите что как и вот здесь в application идем в свойства casperky security for windows сервер централизованно это все дело мы спрятали storage блок хост storage и вот здесь кнопочка блок хост лист вот то же самое и отсюда могу очистить все убрал окей окей все теперь компьютер через пару секунд будет разблокирован все разблокировали еще раз проверяю все видите попал теперь хочу шифровальщик хочу зашифровать что-то тут стоит аес крипт утилита которая может шифровать данной правой кнопкой шифрую давай пароль окей алгоритм аес шифрую данные на сервере на сетевом ресурсе зашифровал почему а потому что никто не активировал компоненты защиты от шифрования внешнего и буду себе шифровать никто мне доступ не блокирует а этот файл оригинальный вот удаляю все платите мне деньги я помогать но так не пойдет надо перенастраивать мы часто заражались опять же идем в политику есть отдельный компонент который отвечает за шифрование идем 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 антикриптор for netup иду в настройки и вот здесь надо запустить по умолчанию код здесь запускается при старте приложения запускай этот компонент есть всякие исключения exclusion лист на какие ресурсы если вдруг это в кластер какой там сетевой диск защищать тоже это есть режим активный или статистика активно он будет блокировать атакующий статистику будет только вам блок писать он атаковал он плохой а вы уже разбирайтесь блокировать не блокировать а что не хочет актив а вот это да это тот компонент немножко другой компонент тот компонент для когда вы с внешними хранящими работаете а внешними хранящими я не добавлю поэтому он захотел актив вот этот мне нужен если мы говорим про windows сервер вот так я делаю все а вот protection scope какие шары защищать какие не защищать там еще какие-то настройки надо это указать все теперь я его включил распространяется теперь хочу то же самое сделать new создаю текстовый файл тест а теперь его шифрую все видите доступ сразу пропал побыстрее работает чем значит файл в антигрус а он видите меня сразу жмки на самом деле файл скорее всего зашифровался потому что все-таки операцию файла он выполнил но один не все файлы но доступ я потерял и компьютер который это выполнял он точно так же попадает видите вот этот список это я уже попал но уже по другой причине потому что я шифровал и в логах будет другая информация что было шифрование и другой компонент защиты его сделал но надо активно надо понимать ну так вот мы с вами быстренько посмотрели на то как установить как подготовить систему как выполнить такие базовые настройки и как он выполняет защиту даже где эти логи централизованы смотреть и проверять что надо сказать по выводам что мы должны понимать что серверная операционная система это не клиентская там другие методы проникновения угрозы нужны другие компоненты защиты их там больше а те компоненты которые для обычных рабочих станций там выпилены для стабильности они там не нужны требования к стабильности на работы и производительности на серверных операционных системах они другие в связи с этим желательно конечно использовать специализированные решения для них более того да другие не знают но все-таки скорее всего у вас есть лицензия на этот продукт если вы используете Каспирс что он входит в стандартную лицензию вам не нужно его покупать там и что-то отдельно платить он входит в стандартную лицензию вы можете использовать это решение для защиты специализированных программ работающих в рамках сервера корпоративной среди это терминальные сервера это корс сервера это сервера с повышенной нагрузкой это еще было одно решение кластер мы сказали есть еще что-то вылетело из головы где он будет работать ну сетевые хранилища но это отдельно всегда идет но на сетевые хранилища отдельно для защиты сетевых хранилища там уже отдельно а вот если виндузер после защиты она не нужна то есть и все вот эти элементы они были предусмотрены разработчиками изначально он разработан для решения этих задач и решает их достаточно эффективно но есть и недостаток я всегда всем говорю уважаемые товарищи когда вы что-то внедряете вы должны понимать что это что-то требует поддержки раз вы будете тратить больше времени на обслуживание на мониторинг возможно на обновление того что вы внедрите то есть будет на вас повышенная нагрузка это первое а второе что так вот скорее всего взять там next next нажать поставить не получится вам придется либо почитать документацию то есть вам нужна подготовка более серьезная для того чтобы сконфигуировать этот продукт то есть нужна подготовка специалистов то есть это опять же затрата для вашей организации и итоговый вывод смотрите если у вас небольшая организация вы знаете как работает секьюрити-центр у вас есть npoint security у вас немного серверов и там нет вот этих специализированных задач то спокойно на нем и оставайтесь или там планируйте или предлагайте клиентам внедрять классический npoint security за счет серверов он тоже решает свои задачи от него отказываться нельзя но если вы сталкиваетесь с одной из тех задач которые решает npoint security если вам нужна более стабильная работа более производительная и защита от целенаправленных угроз направленных на сервер конечно вам надо посмотреть в сторону касперский секьюрити да естественно обязательно он вообще ставит да если у вас терминальный сервер то если вы там ставите npoint security вы ждите больших проблем они раньше вообще не поддерживали старые версии point security вообще не ставят новое ставится но работает очень плохо очень много ресурсов она потребляет лишних не может определять сессии пользователей в рамках курса у нас допустим мы отдельно ставим терминальный сервер отдельно смотрим как происходит взаимодействие тоже это изучаем ну и конечно есть специальный курс который готовит специалистов поддержки внедрению данного продукта там подробно мы изучаем эти элементы зачем нужен какие задачи решает какая у нее архитектура как обеспечивать эту производительность какие у него внутри процессы за что отвечают хороший курс с точки зрения того понимания как он внутри работает ну и я в курсе всегда уделяю особое внимание работе вот этих компонентов которые пока вам скорее всего неизвестны это защита антималлэй антикриптор антраст хостблок там еще новые несколько механизмов появились и всегда стараюсь вам показать практические примеры где что почему вы соответственно навыки вы приобретете прослушив курс полный спектр знаний по обслуживанию этого продукта да вот тут самое интересное что курс небольшой курс всего лишь однодневный но еще раз он не с нулевого уровня вы пришли и вы вы должны знать секьюрити центр вы должны знать как работает импоинт секьюрити и вы решили поставить к сперс в сервере тогда нам вот этих 8 часов достаточно и с лабора тоже работами и вот с этой углубленной теорией опять же видите я показываю демонстрации атак как это происходит иногда заиграемся вообще сложно атаку реализую посмотрим сможет ли он защитить или не сможет то есть вы получите не просто понимание того как защищаться а понимание от чего вы должны защищаться это уже я только показываю своего проведения этого курса ну и естественно если вопросы задавайте еще раз курс небольшой поскольку небольшой совсем беду не стоит курс официально от лаборатории Каспирского получаете сертификаты от нашего учебного центра и от лаборатории Каспирского экспертов по этому продукту поэтому пожалуйста надеюсь было полезно интересно то что он показал рассказал у вас появилось ну хотя бы такое базовое понимание о защите серверов и что может этот продукт от чего вас защитить если есть вопросы пишите в чат буду на них отвечать можно голосом то здесь да пожалуйста 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 ждем вас конечно на курсах чтобы детально поговорить с вами лично познакомиться все